СИТУАЦЯ ПАД КАНТРОЛЯМ ПАЖАР У ЗОНЕ ЧУЖЕННЯ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ АЭС НЕ ПАУПЛЫВАУ НА РАДОАЦИЙНЫЙ ФОН ЧАС ВЫЗНАЧАТСЯ СтАЛИ ВЯДОМЫ ТЕРМІНЫ ПРАЯДЗЕННЯ УСТУПНЫЙ КАМПАНІЇ У ВНУ КРОК ДА ФІНАЛУ МАЗЫРСКАЯ СЛАВЯ ПЕРАМАГЛА БАТЫ У ПЕРШИМ ПО ФІНАЛЬНЫМ ПАЯДЫНКУ КУБКА БЕЛАРУСІЯ А ЗАРАЗ АБ ГЭТЫ МЕНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА У МАЗЫРЫ ЗАРЕГЕСТРАВАНЫЙ ВЫПАДАК ЗАХВОРВАННЯ НА КОВІД-19 АБ ГЭТЫМ ПАВЕДАМИЛІ У ГОМЕЛЬСКІМ ОБЛАСНЫМ ЦЕНТРА ГІЄНЫЙ ЭПІДЕМІЛОГІЙ И ГРОМАДСКАГО ЗДАРОЯ У СУВІЗІ З ГЭТЫМ ПРАВЕДЯНЫЙ НЕАБХОДНЫЙ КОМПЛЕКС САНІТАРНА СУПРАТЬ ЭПІДЕМІЧНЫХ МЯРОПРЫЕМСТВАУ ВЫЗНАЧАНА КОЛА КОНТАКТНЫХ КОНТАКТЫ ПЕРШАГА УЗРОВНЮ ШПІТАЛІЗАВАНЫЕ ГЭТА ДВА ЧАЛАВЕКІ КОНТАКТЫ ДРУГОГА УЗРОВНЮ 19 ЧАЛАВЕК ЗНАХОДІЦЯТСЯ ПАД МЕДЫЦЫНСКІМ НАГЛЯДАМ СУПРАТЬЕПІДЕМІЧНЫЕ МЯРОПРЫЕМСТВЫ ПРАТЯГВАЮЦСЯ ЗАБАРОНА НА НАВЕДВАНІ ЛЯСОУ ДЕЙНИЧАЯ УЖО У 38 РАЙОНАХ БЕЛАРУССИИ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩАНА НА НА ИНТРАКТЫВНОЙ КАРТЕ ЗАБАРОНАУ И ОБМЕЖАВАНЮ НА НАВЕДВАНІ ЛЯСОУ МИНЕСТЕРСТВА ЛЯСНОЙ ХАСПАДАРКИ ОБМЕЖАВАНІ ДЕЙНИЧАЮТЬ ВА УСЕХ РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ВОБЛАСТИ ПРЫЧЫНА УВЯДЕННЯ ЧАСОВЫХ ЗАБАРОНАУ НА НАВЕДВАННІ ЛЯСОУ ВЫСОКИЙ КЛАСС ПАЖАРНЫЙ НЕБЯСПЕКИ ПАДАДЗЯНЫХ МИНЕСТЕРСТВА ЛЯСНОЙ ХАСПАДАРКИ У ЛЯСАХ ЗАФИКСАВАНА УЖО 313 УЗГАРАННІУ АГУЛЬНАЯ ПЛОСЧА – 1300 ГЕКТАРАУ ШТО ДЕНЬ АТБЫВАЦЦЯ КАЛЯ 50 ЛЯСНЫХ ПАЖАРАУ АСНОВНЫЯ ПРЫЧЫНА – ЧАЛОВЕЧШИЙ ФАКТОР УЖО НЕКАЛЬКИ ДЮН ВЫРАТАВАЛЬНІКИ БЕЛАРУССЯ И УКРАИНЫ ВЯДУЦЬ БРАДЬБО ЗАЛЯСЫ У ЗОНЄ ЧУЖЕННЯ ЧАРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПАЖАРНЫЯ ОБЕДЬВУХ КРАИН ВЫКРЫСТОВАЮЦЬ УСЕ РЕСУРСЫ КАБ ПЕРАМАХЧЫ ВОГНЕННУЮ СТЫХІЮ АЛЕ, КРАМЯ ПАЖАРА, У ЛЮДЕЙ ТУРБУЯ ЯШЧЕ ОДНА ГРАНИ СНУЮЩАЙ ПРАБЛЕМЫ ПАВЫШЕННЯ РАДАЦЫЙ НА ГАФОНУ СИТУАЦЮ ПРАКОМЕНТИРОВАЛИ У ГОМЕЛЬСКИМ АБЛЫВЫ КАНКАМЕ НА СЕЙНЯШНИЙ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ ПА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ТАКЖЕ ПО ТЕРИТОРИЮ ЗАПОВЕДНИКА КАНОХОДИСЯ В СТАБИЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ Мы осуществляем ежедневно мониторинг ситуации по радиационному фонду, по гамма-излучению Никаких превышений у нас на сегодняшний момент не обнаружено Также мы вчера выезжали дополнительно на территорию радиационно-экологического заповедника, где проводили дополнительные измерения в реперных точках Измерения проводились у нас как со стороны населенного пункта Бабчин Это начало контрольно-пропускной пункт заповедника Также мы проводили измерения на самой крайней точке Это населенный пункт Масаны Это примерно где-то 10 километров от станции Чернобырской станции Фон находится в пределах нормы Специалисты сподяются, что украинские коллеги локализуют у сгорания застислый термин Управление жилево-коммунальной господарки и по проблемах ликвидации выника у катастрофы на ЧАЭС Гомельского облыва-конкама запеунивая что белорусские воротовальники готовы до любого схода обставина Заборонено наведывание лесов в Мазырском районе Дворьем и мощным ветром Специалисты службы оховы лесу такое сгорание называют низовым В огне опынулся практически весь нижний ярус лесу Утым лику хлебовая подстилка и мох И хоть древы практически не потерпели, урон природе нанесен и значны 25 гектаров природной территории ротовали больше за полсотни человек Задейничали 4 пожарные машины Мазырского лязгаса Допомогали коллеги из Ельска Долучились и супрацовники МНС Сегодня часто люди сжигают траву на своих участках Серхозорганизации тоже сжигают траву И вот это неконтролируемое горение, оно переходит, к сожалению, в лес Но мы делаем опашку Мы стараемся моментально выезжать Но, к сожалению, последние такие условия погоды Отсутствие влаги, сильный ветер И произошел пожар в Михалковском лесничестве на Большой площади При теперешних умолах на дворе лесный пожар Подобный некеруемому стихийному бедству Контролировать ситуацию работники леса Имкнуться при допомозе Видеоназирание у каждом лесничестве района Для мониторов организовано круглосуточное дежурство В таких условиях есть три способа ведения наблюдения за лесом Авиапатрулирование, наземное патрулирование И с помощью видеонаблюдения С сегодняшнего дня дежурство происходит круглосуточно Дежурный по охране леса за пультом видеонаблюдения Круглосуточно находится, не отходя от камеры Постоянно мониторит территорию В Мозырском лесхозе создана сеть видеонаблюдения Которая обхватывает всю территорию лесхоза Это позволяет оперативно выявить случаи возгораний Либо лесных пожаров Усяго с початку года в лесном фонде Ужо зафиксовано 208 лесных пожаров Это в четыре раза больше, чем летость Заборона на наведывание лесов в Мозырском районе Протягивает денежить И ее порушение погражает администрационным покаранием Штраф до 25 базовых величин У некоторых выпадках отказность может быть криминальной С 4 апреля в решении Мозырского исполкома введен запрет на посещение лесов Мы будем людей сначала проводить беседу Но видно, если люди игнорируют нас То мы будем привлекать к ответственности Штраф за нарушение, когда люди въезжают на транспортное средство Или заходят на время запрета на посещение лесов Составляет 25 базовых величин Если причинен ущерб природе, этот штраф 50 базовых величин Но по последним случаям, допустим, в деревне Крушники Мы направили заявление в милицию Милиция будет заниматься расследованием случаев Потому что там произошел пожар на площади 2 гектара По воде статистики, у 9 из 10 выпадков Виновниками у сгорания становятся люди Воротовальники лесничие закликают не порушать вымушенную заборону И откласти лесные прогулки Бо, кроме великих штрафов, есть и инший бок проблемы Потушить пожар можно худко А вот на одновление лесного фонда спотребятся десятки годов Катярина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, Вячеслав Праписнов Телеканал Мазир Специально для телерадио компании «Гомель» На при конце красавика в Гомеле начинаются первые плановые отключения горячей воды Вядомо, что эти процедуры ускладняют быт горожан Тем не менее, они являются необходимыми Чему и в какие периоды будет отключаться горячая вода в городе? Нашей здымочной бригаде поведомили у Гомельской городской жильево-коммунальные господарцы Данные мероприятия проводятся у нас ежегодно при подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период То есть производится плановое отключение, но не более чем на 14 дней Где по возможности выполняются работы в ускоренном темпе То есть для промывки систем отопления, чтобы подготовить жилфон к работе в осенне-зимний период Первые профилактические работы отбудутся 20-го кроссовика у котельни по улице Древопрацовчая 1А И на Гомельском электротехничном заводе А пошнему чарзе подключение горячого водозабеспечения станет полночный район тепловых сеток 29-го липеня Амаль 4 тысячи тонн бортового бронзированного дроту выробил за саковек Жлобинский БМЗ Гэта на 20% больше за показчики леташнего периода На протягу первого квартала 2020 года предприемство створило больше как 11 тысяч тонн бортового бронзированного дроту для 11-ти краинам света Головные импортеры – Российская Федерация, Румыния, Польша, Протухалия и Германия А крымя нашей белшины, продукцию БМЗ набывают буйнейшие сусветные компании по выроби шин Пачались подрыхтовочные работы дады монтажу старого моста на трассе М8 Е95, граница России, Витебск, Гомель, граница Украины И он был закрыт для руху в 2018 году, как аварийный Зараз на левом березе сожа рыхтуется часовая пляцовка для крана, с допомогой якого будут знятые пролеты, что находятся непосредственно над ракой Для того, чтобы мост подчас этих работ не развалился, внутри его будет прокладен специальный трос для утримания конструкции Работы по разборке у нас идут полным ходом Центральные пролеты, которые над рекой, они полностью демонтированы Перильное ограждение, мачты освещения, разобрано покрытие Сегодня короба все освобождены Сделаны отверстия для того, чтобы могли навести анкера и поддерживать троса, канаты, которые будут внутри коробов Для последующей разборки Мы должны разобрать центральные пролеты И потом будет принято окончательное решение по взрыву остальных опор Нагадаем, что этот мост был закрыт для руха великогрузного транспорта на начале 2018 года Для всего остального – уже нею Тяжкие фуры были вымушены рухаться про сгомель, что одновным чином поплывало как на экологичную ситуацию в городе, так и на стан городских дорог В связи с этим зараз начинается их масштабный ремонт Второе покрытие сдымается, на его месте будет укладен новый асфальт Сфрезеровали мы уже хуторскую дорогу, если с пятого микрорайона и вот с выходом на Белец, в конце Белеца обход Этот сфрезерован и с 15 числа ДСТ-2 будет давать нам асфальтобетонную смесь, мы будем укладывать То есть работы по восстановлению городских улиц начались полным ходом Комитет Державного контроля в Гомельской области проводит черговую городскую линию На этот раз же горы регионы могут звернуться по пытаниях отримания земельных участков для индивидуального будовництва в сельских населенных пунктах Горочая линия будет дейничать 15-го Красовика за 12 до 12.30 Звертаться треба по номерах 23-83-97 и 23-83-88 У Беларуси вызначены термины проведения уступной кампании УВНУ Министерство адекватии постановило, что документы для поступления на вочную форму навучения будут принимать с 16 по 21 липня На завочную с 15 листопада по 5 снежня Для абитуриента, у которых поступают в УВНУ платные без уступных выпробований, ускладены особные графики Подробнее с ними знакомиться можно на национальном правовом интернет-портале Державная инспекция Гомельской области проводит комплекс мероприемства под названием «Дитя – головный пассажир» В этот период инспекторы ДАИ надают особливую увагу перевозцы детей в авто Нагадаем, за невыкористание дитячих аутрымливающих пристосований, коли я оно обовязково, водители могут быть притягнуты до отказности Однако не это должно быть главным стимулом для их обеспечения детей У Гомельским областным драматичным театром представить премьеру спектакля «Вишневый сад» по водле пьесы Чехова Показ пройдя 11-го красавика Детская, милая моя прекрасная комната Вот здесь я спала, когда была маленькая И теперь я как маленькая Гэта опошняя пьеса русского классика, створенная за годы до его смерти Напереда дни первой революции в 1905 году Твор наполнен и прочуванием великих пираменов Сам Чехов назвал пьесу комедией И коли так, то гэта комедия непоразумения и недомоленностей Герои «Вишневого сада» символизуют минулая сучасность и будущую Яны промышают глядачоу задуматься над адвечно актуальными пытаннями Чому люди так бездарно марнуют свое життё И чому так легкодумно ставятся до близких Пьеса «Вишневый сад» у першыню ставится на сцене Гомельского аблы драм-театра За всю его 80-годовую историю Вот у нас у каждого есть свой вишневый сад Красивый белый цветущий сад И мы его можем потерять каким-то бездействием, какими-то страхами Надо растить свой сад И надежда на то, да ничего, мы посадим новый Вот когда вырубят этот А через сколько он вырастет? А успеешь ты походить в этом саду? А успеешь ты насладиться этой красотой? Да, сложное время, но театр нам помогает жить И Антон Палычехов нам в помощь Режиссером спектакля стал лауреат Международных и российских театральных фестивалей и конкурсов Заслуженный артист России Зураб Нанабашвили Вишневый сад у его постановцы обещает свежий и сучасный погляд на классическую пьесу В субботу вас чекают незвычайные костюмы, прихожие декорации и кранальная музыка Это и так само и другие новины, информацию об проектах телерадиокомпании Гомель Вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.byway На этом выпуск завершен Всего вам доброго и до новых встреч в эфире Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Николай Скинтиян Здравствуйте За минувшие сутки спасателями Гомельской области уничтожены 12 травяных и 6 лесных пожаров Огонь бушевал на площади 85 гектаров Очаги наблюдались в 12 районах 5 возгораний зафиксированы на торфяниках До сих пор не ликвидированы 2 лесных пожара на территории Лельчицкого и Наравлянского районов Они заняли территорию в 80 гектаров Сейчас там сосредоточены усилия пожарных, направлена техника МЧС и лесхозов А в деревне Баклань Петриковского района огнем уничтожено 5 сараев и повреждено 2 нежилых дома Возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности В Чечерском районе оперативники искали кошелек с деньгами, а нашли оружие О пропаже своего портмоне сообщила пенсионерка Но когда милиционеры приехали на место происшествия, то нашли кое-что поинтереснее В доме хранился целый арсенал – 4 банки с порохом, 3 детали ударно-спускового механизма, обрез охотничьего гладкоствольного ружья, 7 патронов различного калибра Все это принадлежало 86-летнему хозяину, который нашел оружие и боеприпасы в доме покойного брата еще в 1961 году Найденное хранил у себя, а из ружья сделал обрез Проверку сейчас проводит следствие, а пропавший кошелек спустя 3 дня нашла родственница пенсионерки Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого бесправника в центре Гомеля На одном из пересечений с улицей Советской они заметили автомобиль БМВ, водитель которого находился с признаками алкогольного опьянения Дальше было преследование Нарушителя заставили остановиться при помощи спецсигналов и громкоговорителя Из машины он вышел, пошатываясь На медицинском освидетельствовании концентрация алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха составила 2,5 промилле Ранее за нетрезвое вождение 33-летний мужчина неоднократно привлекался к ответственности Автомобиль на штрафстоянке, материалы дела на столе у следователя В Гомеле экс-чиновник приговорен к пяти годам колонии за взятки Приговор бывшему заместителю директора региональной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Огласили в суде Советского района Гомеля По материалам обвинения, экс-руководитель ускорял оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов И актов карантинного контроля на вывозимые за пределы страны овощи, ягоды и пиломатериалы А также импортируемую в Беларусь продукцию За что с июля 2015 года по апрель 2019 получил в общей сумме около 3,5 тысяч рублей Пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима – таков приговор суда В доход государства конфискован автомобиль осужденного Тем временем в Советском районе Гомеля инспекция по делам несовершеннолетних проводит профилактику кражи велосипедов Сотрудники встречаются с юными велолюбителями на улицах и дают рекомендации, как защитить технику от угона Для начала нужно не терять техпаспорта, знать модель и номер рамы И обязательно поставить велосипед на учет в милицию Не оставлять его возле магазинов и подъездов без присмотра, пользоваться велозамком Это вся информация на сегодня Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь4 На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савян Здравствуйте Заявка на попадание в финал Мозырская Славия во второй раз в нынешнем сезоне обыграла Бате на своем поле На этот раз коллектив Михаила Мартиновича был сильнее вице-чемпиона в розыгрыше Кубка страны по футболу Исход первого полуфинального матча турнира решил единственный гол, забитый на 11-й минуте Защитник Мозырян Юрий Паньце замкнул на дальней штанге передачу партнера В другом полуфинале Брестская Динамо на домашнем газоне была сильнее Солигорского Шахтера В этом поединке все голевые события также пришлись на стартовые минуты Точные удары на Йока и Савицкого на 6-13 минутах принесли победу динамовцам Ответные поединки полуфинала Кубка Беларуси запланированы на 29 апреля Женский чемпионат Беларуси по гандболу взял паузу пока до 20 апреля Такое решение приняла Белорусская Федерация Гандбола Причина – пандемия коронавируса и рост числа заразившихся Напомню, что чемпионат после календарной паузы должен был возобновиться в ближайшие выходные Матчи перенесены на более поздний срок В мужском гандбольном чемпионате сейчас запланированный в календаре состязаний перерыв Шестой круг должен стартовать 22 апреля Гомельчанке в числе лучших дюдаистов страны Национальный рейтинг у женщин возглавляет чемпионка вторых европейских игр Марина Слуцкая На второй позиции расположилась наша Виктория Новикова Она замкнула тройку лидеров, еще одна представительница гомельского региона Ульяна Миненкова Мужской рейтинг возглавляет Даниэль Мукете Наш Егор Трухан на девятой строке в списке лучших Три хоккеиста Гомеля на просмотре в Минском Динамо Пробные контракты с полпредом Беларуси в КХЛ подписали Александр Скоринов, Олег Кочеловский и Насер Субхи 18-летний Олег Кочеловский в минувшем сезоне провел за Гомель 25 матчей и набрал 12 очков 18-летний Субхи сыграл 62 матча и набрал 21 очко В активе 20-летнего Александра Скоринова 64 матча за Гомель и 35 очков На этом пока все, с новостями спорта вас ознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Субтитры создавал DimaTorzok